Обращаюсь к руководству и старатикам ПРДС с предложением начать работу по выдержанию меня в качестве кандидатов в президенты РФ согласно действующему законодательству РФ. Формировали инициативные группы по поддержке выдвижения кандидатов в президенты и сбору подписей для участия в выборах в качестве самого бюджета в полярке установлено действующего законодательства РФ. Всех моих друзей и близких, и детомышленников, соратников, заслуживцев и сторонников, в том числе по общественному движению Товороси, комитету 25 и клубу развертых патриотов, прошу о всяческом возможности в СНС в решении поставленных задач и надеясь на вашу совместную работу. Так же обращаюсь ко всем русским подразделительным силам, общественным политическим организациям. Прошу вас так же поддержать меня и РДС в работе по самому движению в качестве кандидата в президенты РФ на выборах в 2020 году. Это наш шанс победиться перед тем, если идут ли не угрозы. Наш верховный некомандующий не собирается побеждать в этой войне от слова совсем. Таким подходом руководства страны к войне, какие бы победы не одержала наша армия, мы эту войну проиграем. Просто проиграем. Херсон оставлен, Изюм оставлен, Купянск оставлен. Президент озвучивает цифры в 140-180 уничтоженных танков за несколько дней. Ему приносят данные, а он не понимает, что говорит. Скажите, а с чего он должен понимать это? Он вполне может верить, если бы ему подсунули 1800 танков, он бы это мог озвучить. Он никогда не видел танк, кроме как на параде. У него там с головой, он действительно ведет себя, может быть, даже не как старик, а как ребенок. Абсолютно непрофессиональные, необучаемые кадры высшей власти Российской Федерации. Шансов на победу у нас нет никаких. Во! Насколько вообще велика аудитория у Игоря Стрелкова-Гиркина? Кажется, что даже на его суде было гораздо меньше людей, чем на суде у художницы Саши Скочеленко, которая до этого не была никакой публичной личностью и политической деятельностью, не занималась. Мне кажется, аудитория у него может быть достаточно большой. Но эта аудитория предельно пассивная, изолированная, сидящая в своих квартирах. Это такие типичные диванные войска. И, кроме того, этой аудитории очень тяжело и эмоционально сложно выступать против государства с какой-то прямой критикой или тем более мобилизоваться за какого-то оппозиционного кандидата или оппозиционного героя в любом контексте. Потому что это люди, в первую очередь, такие государственники, лояльно мыслящие. И все это вместе приводит к тому, их разобщенность, их пассивность и их идеологическая установка приводит к тому, что их реальный потенциал для того, чтобы действовать и в правозащитной сфере, и в политической, он на сегодняшний день стремится к нулю, как мне кажется. Единственные шансы у Гиркина как-то прославиться как политический деятель в обозримом будущем заключается в том, что в теории Кремль может по каким-то причинам его начать поддерживать, так же, как он его поддерживал в 2014 году. Но, по-моему, сейчас ситуации, предпосылок для этой поддержки со стороны Кремля совсем нету, потому что Гиркина часто сравнивали с Пригожиным, и довольно часто говорилось о том, что оба они, оба эти человека потенциально довольно опасны для Кремля. После мятежа Пригожина, я думаю, Гиркин тоже останется в тюрьме, и никакой политической кампании ему вести, скорее всего, не дадут просто. А каким русским патриотическим силам обращается Стрелков? Кто в теории способен его поддержать? Я не думаю, что есть какие-то организованные русские патриотические силы в этом контексте. Это частично бывшие сотрудники силовых структур, бывшие нынешние, частично члены различных ультоправых группировок. В большей степени это все-таки люди, которые смотрят за войной по телевизору с диванов, ну и вот и читают телеграм-каналы, и многим из происходящего недовольны. Повторюсь, они не очень хорошо организованы. В этом смысле их, по-моему, не очень-то они представлены на российской какой-то политической сцене, если там вообще есть сцены сейчас. Во многом это сделано искусственно, во многом это именно Кремль сдерживает появление любых сколько-нибудь независимых сил, даже если они там фашистские, такие же фашистские, как и сам Кремль. И, по-моему, очень забавное, можете обратить внимание, очень забавное движение, от лица которого сегодня было сделано заявление, вчера точнее, по поводу выдвижения Пескова. Значит, это движение называется «Русское движение за Стрелковой». Мне кажется, в этом есть какой-то постмодернизм, потому что почему-то это движение, оно консолидируется вокруг Стрелковой, и так дальше какая-то рекурсия наступает. Дальше «Русское движение за русское движение» может наступить, и дальше по списку. Я думаю, что это очень небольшое количество людей, может быть, несколько десятков. И при этом, да, на пути президентской кампании Стрелкова-Гиркина стоят довольно ощутимые организационные, я бы так сказала, препятствия. Ему нужно собрать как минимум 300 тысяч подписей, причем эти подписи должны быть собраны в разных регионах, как минимум в 50 регионах России. Не уверена, что у него наберется такое большое количество сторонников, которые будут готовы оставить свои имена, адреса и так далее в поддержку его выдвижения. Но даже если каким-то чудом ему удастся эти подписи собрать, эти подписи как-то верифицируют, Стрелков все-таки находится сейчас в СИЗО, и, в общем, ему может помешать обвинительный приговор, баллотироваться на пост президента. Я думаю, он сам это прекрасно понимает. Тогда зачем он вписывается в эту историю, зачем он как-то поднимает тему выборов сейчас, осознавая, что едва ли он станет зарегистрированным кандидатом в президенты? Ну, Стрелков, во-первых, мне кажется, довольно мало понимает. В реальном политическом строе, в котором он живет, у него было много иллюзий. Я думаю, что он считает, что он действительно может участвовать в выборах, и что у него есть большая поддержка людей. И иллюзию, на самом деле, это разделяет именно про возможность участия далеко не только Стрелков, потому что многие люди уверены, что если действительно походить по стране и поискать сторонников, если эти сторонники найдутся, то дальше уж государство никак не сможет не зарегистрировать кандидата. Вот соберешь ты эти 300 тысяч подписей в российских регионах, и после этого Центральный избирательный комитет тебя обязательно зарегистрирует. На практике все наблюдения за выборами всех уровней, тем более президентских выборов последних циклов, показывают, что регистрацию получают только те кандидаты, которые согласованы с Кремлем. И есть очень простой способ ограничить участие кандидатов, просто заявить, что подписи оформлены неправильно. Подписи не просто тяжело собрать, не просто найти реальных людей, но просто тебе могут сказать, что подписи неправильные, паспортные данные оформлены неправильно, придраться к запятым, и после этого, в принципе, тебя отклонить, даже если ты собрал эти подписи с запасом. Поэтому факт заключается в том, что в этой президентской кампании официально смогут участвовать в качестве кандидатов и дойти до бюллетеня только те люди, которые будут согласованы с администрацией президента. Это и раньше так было, а сейчас в военных условиях, ну, конечно, контроль за участием в выборах будет предельно тщательный. Зачем Стрелков в это вписывается, кроме некоторой своей политической такой развощокости, я бы сказал, и наивности. Как ни странно, вроде бы взрослый человек, но вот чем-то другим он занимался, реконструкцией, терроризмом в своей жизни, не политикой. Я думаю, что, в принципе, он такой человек, он везде вписывается, он активист, он участвовал во многих войнах, которые вела Российская Федерация. А сейчас для него еще есть шанс, собственно говоря, получить, если бы его зарегистрировали как кандидата, он мог бы получить иммунитет от уголовного преследования. Если бы приговор не успел вступить в законную силу, то в теории, если бы его зарегистрировали, он мог бы на время избирательной кампании, это разбирательство могло бы не иметь юридической силы для защиты, собственно говоря, кандидатов в президенты. И, вы знаете, есть все-таки не нулевой шанс, хотя и очень маленький, может быть, там тысячная процента, что в Кремле кто-то решит, что это интересная игра, что сыграть в эту игру стоит для того, чтобы сделать выборы интересными, чтобы показать мощь Владимира Путина, чтобы показать, что он не боится никаких конкурентов. Но я, честно говоря, думаю, что все-таки шансы на участие Гиркина в выборах «Иллюзорные». Редактор субтитров А.Семкин